Рассмотрим вычисление определителей с помощью разложения по строке и по столбцу. Итак, для этого мы с вами возьмем следующий пример. Итак, допустим, нам нужно вычислить вот такой определитель. 4, 1, 3, 5, 0, минус 1, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 2, 1, минус 1, 0. Итак, для начала нам нужно выбрать, по какой строчке, либо по какому столбцу нам проще разложить наш определитель. Выбираем ту строчку или тот столбец, где у нас с вами находится больше всего нулей. Тем самым нам будет проще вычислять наш определитель, да, и, соответственно, мы время сэкономим. Заметим, что у нас везде стоит только по одному нулю. Это максимум либо в первом столбце, либо во второй строчке, либо в третьем столбце, либо третьей строчке, либо в четвертом столбце или четвертой строчке. Итак, давайте сначала попробуем разложить наш определитель по строке. Итак, я буду раскладывать наш определитель по второй строчке. Для этого я эту строчку, соответственно, выделю. Итак, вот у меня вторая строчка, и по ней я буду раскладывать. У меня тут стоит 1, 0, и мне будет удобно разложить по этой строчке. Что у меня получается? Получается у меня следующее. То есть сначала я должна записать формулу, по которой я буду раскладывать. Итак, напоминаю, что формула у нас следующая. То есть мы берем элементы строки и умножаем на их алгебраические дополнения. Итак, у меня стоит первый элемент. Это у меня элемент А2, 1. Соответственно, я должна умножить на алгебраическое дополнение с теми же самыми индексами. Следующий у меня элемент. Получается А2, 2 на алгебраическое дополнение 2, 2. Плюс А2, 3 на алгебраическое дополнение 2, 3. И плюс А2, 4 на алгебраическое дополнение 2, 4. Теперь я в качестве наших элементов подставлю наши числа. И у меня получается 0 на А2, 1. Плюс минус 1 на А2, 2. Плюс 2 на А2, 3. И плюс 1 на А2, 4. И мы тут сразу уже видим, что мне алгебраическое дополнение А2, 1. Считать не нужно, потому что я его умножу на 0, и у меня будет нулевое слагаемое. То есть у меня получается следующее. Минус А2, 2. Плюс 2 А2, 3. И плюс А2, 4. Теперь мы считаем алгебраические дополнения. И сюда подставляем. Итак, минус. У меня стоит алгебраическое дополнение А2, 2. Напоминаю, как оно считается. Итак, это минус единица. Я беру номер строчки и номер столбца нашего алгебраического дополнения и складываю. Это будет степенью минус единицы. И дальше у меня получается умножение на определитель, который получается путем вычеркивания второй строчки и второго столбца. Я вычеркиваю вторую строчку, вычеркиваю второй столбец. Из-за оставшихся элементов я составляю наш определитель. У меня получается следующее. 4, 3, 5. 3, 0, 1, 2, минус 1, 0. Следующее у нас алгебраическое дополнение. А2, 3. Все то же самое. Сначала у нас стоит минус единица. Степень у нас будет 2 плюс 3. И я теперь вычеркиваю вторую строчку и третий столбец. Из оставшихся элементов записываю определитель. 4, 1, 5. 3, 1, 1. 2, 1, 0. И последнее у меня стоит алгебраическое дополнение. Опять минус единица в степени 2 плюс 4. И теперь у меня получается определитель, если я вычеркну вторую строчку и четвертый столбец. Определитель получается следующий. 4, 1, 3. 3, 1, 0. 2, 1, минус 1. Ну что, осталось мне только посчитать наши эти определители третьего порядка. И сюда подставить и вычислить результат. Итак, ну давайте с вами считать. Здесь у нас получается единица. Впереди у нас с вами стоит минус. И у нас получается определитель третьего порядка. Ну, здесь мы его можем считать как нам угодно. Хотим методом Сорюса, хотим методом линьевого студента. Итак, я буду считать по треугольничкам, методом Сорюса. Итак, 4 на 0 на 0. Это у нас получается 0. Дальше у нас 3 на 1 на 2. Это у нас получается 6. Дальше 3 на минус 1 на 5. Минус 15. Теперь со знаком минус. 5 на 0 на 2. Это у нас 0. 3 на 3 на 0. Это у нас 0. И минус 1 на 1 на 4. Это минус 4. Да еще минус впереди будет плюс 4. Дальше у нас с вами стоит минус единица в пятой степени. Это минус единица. Значит, у меня будет теперь минус 2. И я умножаю на определитель. 4 на 1 на 0. Это 0. Дальше 1 на 1 на 2. Это двойка. 3 на 1 на 5. Это у нас 15. И с обратным ходом. 5 на 1 на 2. Это у нас минус 10. Дальше у нас 3 на 1 на 0. Это 0. И 1 на 1 на 4. Это у нас минус 4. Последнее у нас лагебраическое дополнение. Заметим, что здесь у нас будет просто единичка. То есть плюс. И считаем наш определитель. 4 на 1 на минус 1. Минус 4. 1 на 0 на 2. Это у нас 0. 3 на 1 на 3. Это у нас 9. И с противоположным знаком. 3 на 1 на 2. Минус 6. 3 на 1 на минус 1. Это у нас будет плюс 3. И 1 на 0 на 4. Это у нас минус 0. Осталось нам с вами посчитать. Считаем. Итак, 6 плюс 4 – это 10. Минус 15 – это минус 5. И впереди минус. Значит, получается пятерка. Считаем здесь, что у нас получается. Итак, 15 минус 10 – это у нас 5. Минус 4 – это у нас единица. Плюс 2 – это 3. И получается минус 2 на 3. Значит, минус 6. Последняя у нас скобка получается. Минус 4 минус 6 минус 10. Плюс 9 минус 1. Минус 1 плюс 3. Получается 2. И у нас получается 5 минус 6 минус 1. Минус 1 плюс 2. Получается единица. То есть наш определитель равен единице. То есть тем самым мы с вами нашли ответ. Теперь мы попробуем тот же самый определитель посчитать с помощью разложения по столбцу. Итак, я беру наш определитель. И пытаемся вычислить разложение по столбцу. Итак, столбец я тоже выбираю там, где у меня больше всего нулей. Ну, вот мне, допустим, нравится третий наш столбец. И мы будем раскладывать по третьему столбцу. Итак, я выделяю третий столбец. И сначала расписываю нашу формулу. Во что она у нас превратится. Итак, опять я беру элементы столбца выделенного и умножаю на алгебраические дополнения. Итак, кем мне элементы ставят? Итак, А1,3 на алгебраическое дополнение А1,3. Дальше у нас этот элемент какой? А2,3 на алгебраическое дополнение А2,3. Плюс у нас получается А3,3 на алгебраическое дополнение А3,3. И последнее у нас А4,3 на алгебраическое дополнение А4,3. Дальше вместо элементов нашего определителя я подставляю то, что у нас стоит в столбце. То есть получается 3 на А1,3. А2,3 – это у нас двойка. Значит, плюс 2 на А2,3. Дальше плюс 0 на А3,3. И плюс минус 1 на А4,3. Заметим, что у нас пропадет наше вот это слабаемое. И нам тоже, на самом деле, нужно только 3 алгебраические дополнения посчитать. Ну, проделаем то же самое. То есть берем, считаем наши алгебраические дополнения. Итак, А1,3. То есть минус 1 в степени 1 плюс 3. Итак, я вычеркиваю первую строчку и третий столбец. И все, что у меня осталось, записываю в наш определитель. Итак, 0, минус 1,1,3,1,1,2,1,0. Дальше у нас получается плюс 2 на минус 1 в степени 2 плюс 3. И здесь у нас получается опять определитель. Итак, я вычеркиваю теперь вторую строчку и третий столбец. И опять оставшиеся элементы записываю в определитель. Получается 4,1,5,3,1,1,2,1,0. И последнее у нас получается А4,3. То есть минус 1 в степени 4 плюс 3. И у нас получается определитель. Я вычеркиваю четвертую строчку, третий столбец. Получается 4,1,5, 0, минус 1,1, 3,1,1. Ну, осталось вычислить. Итак, минус 1 в четвертой степени – это 1, значит, будет тройка. И здесь считаем определитель. 0 на 1 на 0 – это 0. Минус 1 на 1 на 2 – это у нас минус 2. Тройка 3 на 1 на 1 – это тройка. Теперь со знаком минус. 1 на 1 на 2 – это 2, значит, минус 2 получается. 3 на минус 1 на 0 – это 0. 1 на 1 и на 0 – это тоже 0. Все. Здесь мы посчитали наш определитель. Так, следующее у нас с вами. Здесь минус 1 в пятой степени – это минус 1, значит, будет минус 2. И считаем определитель. 4 на 1 на 0 – 0. 1 на 1 на 2 – это двойка. Дальше у нас с вами 3 на 1 на 5 – это у нас 15. И с минусом 5 на 1 на 2 – это у нас минус 10. 3 на 1 на 0 – это 0. 1 на 1 на 4 – это у нас 4. То есть минус 4. И последнее у нас. Здесь у нас с вами минус 1, да еще впереди минус, станет плюс. И определитель считаем. 4 на минус 1 на 1 – минус 4. Дальше у нас 1 на 1 на 3 – это у нас 3. 0 на 1 на 5 – это 0. Минус 1 на 5 на 3 – это минус 15, значит, станет плюс 15. Дальше 0 на 1 на 1 – это 0. 1 на 1 на 4 – это у нас минус 4. Но осталось нам посчитать. Итак, что у нас получается? Минус 2, минус 2, минус 4. Плюс 3 – это минус 1. Минус 1 на 3 – минус 3. Здесь считаем. 15 минус 10 – это 5. 5 минус 4 – это 1. Плюс 2 – это 3. 3 на 2 – это 6. То есть получается минус 6. Считаем то, что здесь у нас получается. Минус 4, минус 4, минус 8. Минус 8 плюс 3 – минус 5. Минус 5 плюс 15. Получается плюс 10. И у нас получается минус 3, минус 6, минус 9. Минус 9 плюс 10 – это 1. Тем самым, конечно же, мы получили точно такой же ответ, какой у нас с вами и в первый раз получился с помощью разложения по строчке. Тем самым мы с вами научились раскладывать определитель по строке и по столбцу, и тем самым вычислять определители более высоких порядков. Продолжение следует...